Всем известно, что остров это участок суши, окруженный со всех сторон водой. Всего на нашей планете насчитывается около 500 тысяч островов. Все они разные по форме и по размеру. В этом видео я расскажу о 10 самых маленьких обитаемых островах в мире. Вы даже представить себе не можете, насколько крошечные существуют островки, однако на них живут люди. И многие из них являются популярными туристическими объектами. Обратите внимание, согласно книге рекордов Гиннесса, самый маленький остров это участник под номером 3. На самом деле есть еще меньший по площади претендент под номером 1. 10 место. Ивисавац, Хорватия. Размер 3,15 гектара. В Хорватии есть много природных достопримечательностей. Одна из них – национальный парк КРК. Он называется так же, как река, протекающая по его территории и образующая озеро. В месте, где река становится озером, расположен маленький остров – Висавац, который имеет овальную форму и площадь всего 3,15 гектара. Первое упоминание об острове найдено в исторических летописях XIV века в дарственной грамоте, которую написал король Людовик Анжурский. На Висаваце есть действующий францисканский монастырь XVII века, в котором находится музей. Некоторые части обителя относятся к XIV веку. Издали монастырь со светлыми стенами и красно-оранжевой крышей. На небольшом кусочке земли посреди водной глади смотрится потрясающе. В нем сохранились ценные коллекции произведений искусства, рукописи и книг, среди которых есть и рукописные экземпляры. Это место является культурным наследием Хорватии и привлекает постоянный поток туристов. 9 место и Кае-Шапель. Белиз, размер 2,20 гектара. В Центральной Америке есть небольшое государство Белиз. Кае-Шапель – одно из самых маленьких островов в мире, омываемый водами Карибского моря и расположенный в 20 километрах от восточного побережья Белиза. Раньше им владел первый чернокожий миллионер Белиза. Кае-Шапель не имеет никаких исторических достопримечательностей, но он известен как центр пляжного отдыха и занятий водными видами спорта. В нескольких сотнях метров от Кае-Шапель проходит знаменитый Белизский барьерный риф. На острове предлагаются различные виды развлечений для туристов – дайвинг, серфинг, яхтинг, рыбалка. Также здесь есть рестораны, магазины и ночные клубы. На восьмом месте – Тиберина, Италия, размер 1,80 гектара. Живописный уголок Рима на водной глади между двумя берегами реки Тибр к югу Татикана. Если посмотреть на маленький остров с высоты, то его очертания напоминают лодку. Существует легенда о восставших римских жителях, сбросивших в реку Тибр последнего царя Древнего Рима – Тарквиния Гордова, который был жестоким тираном. К его трупу прилипло такое большое количество ила и грязи, что образовался кусок суши, который назвали Тиберина. Название переводится буквально «как остров на Тибре». Неудивительно, что в древние века о нем ходила дурная слава. Во время эпидемии чумы ситуация изменилась. На Тиберине возвели храм Эскулапа – бога медицины. Место было выбрано неслучайно. Змея, считавшаяся древним символом медицины, выползла из лодки и поплыла в направлении острова, тем самым указав волю бога. С тех пор это стало почитаемое священное место. В X веке здесь построили базилику в честь святого Адальберта Пражского, которую в XII веке назвали «базилики Сан-Братоломео» или «Святого Варфоломея». Считается, что здесь покоятся мощи одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Святого Варфоломея. Седьмое место. Мигинго. Между Кенией и Угандой. Размер 1,6 гектара. Мигинго находится на самом большом пресноводном африканском озере Виктория и является самым плотнонаселенным островом во всем мире. Он весь усеян лачугами из дерева и металлических листов. Закрошечный клочок земли, площадью 1,65 гектара, все время ведутся территориальные споры. На него претендуют сразу два государства – Уганда и Кения. В 2009 году между ними чуть не вспыхнула война. На данный момент граница так и не определена. Мигинго находится в общем управлении. Первыми поселенцами стали два кенийских рыбака. Они перебрались на необитаемую территорию в 1991 году. Сейчас, по предварительным данным, население выросло до 400 человек. Большая часть жителей – это рыбаки и торговцы рыбой. В водах озера Виктория водится Нильский окунь, ловля которого приносит хороший доход. Шестое место и остров Блецкого озера, Словения. Размер 1,4 гектара. Представьте, живописное горное озеро с чистейшей водой, окруженное зеленой растительностью. Вдали виднеются снежные горные вершины. И на середине озера – небольшой островок, состоящим на ней церковью, с крышей из красной черепицы. Волшебная картина, не правда ли? А ее постоянно видят туристы, приезжающие в Словению посмотреть на Блецкое озеро и на остров Блед. В это живописное место можно доплыть на лодке. А там от причала пройти 99 ступеней и попасть в знаменитую церковь – Успение Девы Марии. В ней часто проходят венчания, а молодожены следуют старинной традиции, согласно которой жених должен всю дорогу нести невесту до церкви на руках. В церкви есть всем известный колокол желаний. Старинное поверье гласит, если три раза потянуть за канат и колокол зазвенит, то загаданное желание обязательно сбудется. Пятое место – Вильгельмштайн, Германия. Размер 1,25 гектара. На северо-западе Германии, недалеко от Ганновера, есть озеро под названием Штайнхудермэр. На нем в 18 веке был построен рукотворный остров с крепостью паука за графа Вильгельма для обороны, принадлежавшего ему небольшого графства. Местное население несколько лет подряд снабжало строительство песком, гравием и камнями, которые летом перевозили на лодках, а зимой на санях по замерзшему озеру. В итоге получился маленький остров в форме квадрата, названный в честь графа Вильгельмштайн. А крепость построена в виде звезды с четырьмя лучами. В разное время там размещалась сначала военная школа, а потом тюрьма. Сейчас этим местом владеет семья Шаумбург-Липпе, которые являются потомками графа Вильгельма. Четвертое место и остров Пантикониси, Греция, размер 1 гектар. Считается одним из самых широко известных и самых красивых в Греции исторических мест. Пантикониси находится рядом с мысом Канони, к югу от Корху, в Средиземном море. Он весь утоплен зеленью, поэтому трудно увидеть, кто там находится. Но хорошо просматриваются белые ступени, которые ведут на вершину холма. Если посмотреть на это место издали, то подъем из ступеней похож на мышиный хвост, поэтому по-другому его называют мышиный остров. На Пантикониси находится византийская церковь Пантократора, которая была построена в конце XI – начале XII веков. В XVI столетии здесь возвели небольшой монастырь, который стал всемирно известен, так как в нем пишутся красочные византийские иконы. Под определенным ракурсом маленький греческий остров похож на корабль. Поэтому древние греки верили, что бог морей Посейдон превратил корабль легендарного Одиссея в клочок суши, когда разгневался на него. А Пантикониси и есть этот корабль. Третье место – Бишоп, Англия, 720 кв. м. Говоря о застроенных островах, можно представить себе что угодно – от снежной Гренландии до гавайских островов с пальмами, ярким солнцем и простыми домиками из подручных материалов. Однако есть такие острова, которые совершенно не вписываются в этот образ. Так, самым маленьким в мире застроенным островом является скала Бишоп на юго-западе Англии. И чтобы разглядеть эту скалу, нужно изрядно постараться. Трудности могут возникнуть из-за того, что буквально на всей площади скалы Бишоп сейчас стоит маяк. Кажется, будто он сам вырос прямо из моря. Он и правда стоит здесь уже очень давно. Маяк у Бишоп уже более 160 лет. Остров стоит в очень удобном стратегическом месте и является почти самой западной точкой Англии. Так что попытки его застроить начались еще раньше – за 10 лет до того, как собственно увенчались успехом. В 1847 году на острове Бишоп возвели первый маяк. Так как эта местность известна своими сильными волнами, инженеры решили построить не монолитную конструкцию, а маяк на опорах, чтобы волны как бы проходили сквозь него. Сначала поставили сваи, а потом планировали добавить часть для собственного самого маяка. Но вся эта конструкция была недостаточно устойчивой, и агрессивные волны при первом же шторме разрушили все, что было построено. Так что пользоваться маяком стало уже невозможно. Через 4 года попытку строительства повторили, только в этот раз подошли к делу очень основательно. Руководил возведением маяка инженер Джордж Уокер, и он распорядился привезти на остров огромнейшие гранитные блоки, которые в общей сумме составили почти 3000 тонн. Строительство шло медленно, так как транспортировать блоки можно было только при спокойной погоде. Они долго лежали, пронумерованные, на берегу и ждали своей очереди. Маяк возводили долгих 7 лет, прежде чем он в конце концов заработал. Еще позже даже эта монументальная конструкция была еще сильнее укреплена. К имеющимся 3000 тонн гранита добавили еще столько же. Вокруг маяка соорудили дополнительные укрепления в виде гранитной облицовки, а внутри конструкции усилили железными балками. Издали маяк по-прежнему выглядит достаточно хрупким. Однако вблизи это более чем серьезное сооружение, высотой 49 метров и даже с посадочной площадкой для вертолета. В самом начале свет маяка создавали самыми обычными парафиновые свечи. Чуть позже им на смену пришли керосиновые лампы. На маяке должен был дежурить смотритель, поддерживая свет для проходящих мимо суден. И только в 1976 году на маяке Бишов впервые установили генераторы с лампами. Это значительно облегчило работу смотрителя маяка, но еще не полностью упразднило его задачи. Последний смотритель покинул свое рабочее место в этом маяке только в декабре 1992 года. После этого маяк стал полностью автоматизированным. Сегодня в маяке 10 этажей. Часть помещений можно снять для ночевки. Это необычный отель, однако и на такой опыт находятся желающие. В маяке могут одновременно находиться до 4 человек и оставаться там от 1 до 3 недель. Второе место Иданбар, Гондурас. Размер 490 квадратных метров. В отличие от Бишопа, на Донбаре есть всего одна постройка. Это не маяк, а великолепная белоснежная вилла. На территорию площадью чуть меньше половины гектара владелец создал настоящий райский уголок. Роскошное здание в 3 этажа с лестницей. Спускающийся к причалу строили почти 3 года из-за скалистого рельефа. Вокруг виллы посажен небольшой по площади дубовый лес. Сейчас вилла используется в качестве отеля, популярного среди поклонников рыбной ловли и дайвинга. Живописное место окружено жемчужиной Карибского моря, мазоамериканским барьерным рифом. Первое место и остров под названием просто достаточно места. США. Размер 306 квадратных метров. Этот остров самый маленький населенными людьми. Правда, это громко сказано, поскольку на островке уместили всего лишь небольшой домик и дерево. Где же находится этот обитаемый островок? Он один из 1086-4 островов Архипелага и 1000 островов, раскинувшихся на реке Святого Лаврентия, что на границе США и Канады. Архипелаг простирается на 80-километровое расстояние, и среди россыпи островов находится и островок, о котором пойдет речь. В архипелаге есть и более маленькие острова, но они все необитаемые. Этот остров в середине прошлого века купило семейство Сайзлендов из США. Зачем им маленький клочок суши, площадью 306 квадратных метров, окруженный со всех сторон водной гладью? Возможно, людям просто захотелось стать владельцами острова. Звучит-то как? А иметь возможность уединиться от людей еще лучше. Именно Сайзленды так назвали остров. Просто достаточно места. И места действительно было для них достаточно. Они построили уютный домик, рядом с которым посадили дерево. Шли годы, дерево выросло и придало острову-дому особое очарование. Сайзленды поставили перед крылечком белоснежные скамьи, дабы, сидя на них, наслаждаться красивейшими пейзажами, попивать чаек и отдыхать. Но не тут-то было. Остров очень полюбился туристам, которых здесь немало. Ведь архипелаг тысячу островов посещает множество людей. А остров просто достаточно места стал его яркой достопримечательностью. Так что об уединении с Айзлендом пришлось забыть. Интересный факт. По площади остров просто достаточно места самый маленький из всех обитаемых островов нашей планеты. Но этот рекорд не зафиксирован. Поэтому на сегодняшний день, согласно книге рекордов Гиннесса, самым маленьким населенным островом в мире считается британский остров Бишопрок. Хотя его площадь в два раза превышает площадь острова просто достаточно места. Будем надеяться, что справедливость все же восторжествует. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.